Дорогие друзья, приветствую вас, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня я хотел бы поразмышлять над двумя короткими притчами. Мы с друзьями созваниваемся на неделе и изучаем притчи. И изучали эти две притчи, они как-то особенно и меня коснулись. Поэтому хотел бы с вами поделиться этими размышлениями. Но перед тем, как мы будем их исследовать, я хотел бы рассказать такую очень интересную историю. Я детям люблю ее рассказать. Это история о том, как приблизительно в 18 веке в Испании произошло вот такое событие. Вы знаете, что Южная Америка была колониями Испании, и откуда вывозили золото и другие драгоценности. И вот там в горах Южной Америки нашли новый металл. Он такого был немножко серебристого цвета. Ну и считалось, что этот металл очень дешевый, они не знали, куда его применить. И даже у него такое, знаете, было пренебреживенное название, что это серебришка. То есть ложное серебро. Но у этого металла было одно интересное свойство. Он весил почти как золото. То есть он был тяжелый. Вот. Этот металл доставляли в Испанию, и не знали, что с ним делать, куда его применить. Но для этого металла очень быстро нашли применение фальшивомонечки. Почему? Потому что он был по весу как золото. Поэтому этот металл, из него чеканили монеты, покрывали тонким слоем золота. И по весу эту монету было очень сложно от золотой отличить. И насколько это была, знаете, такая как бы эпидемия этих фальшивомонечиков, что король Испании для того, чтобы это все прекратить, он приказал собрать весь этот металл, который привезли из Южной Америки, на два корабля погрузить, отправить в океан и затопить их там. Ну и вот собрали весь этот материал, чтобы не обманывали уже людей этими поддельными монетами. И затопили. И буквально через сто лет, когда этот металл начал дальше исследовать, оказалось, что этот металл обладает уникальными свойствами. И сегодня мы знаем, что это металл платина. Платина, которая сейчас дороже золота. Это из металлов один из самых ценных эталов по стоимости выше. Вы любили искать клады в детстве? Да. Искали клады? Так вот, где-то в океане. Да, лежат два корабля, доверху нагруженные платами. Я думаю, если кто-то найдет эти корабли, то, конечно, он станет очень богатым человеком. Еще раз говорю, этот металл сейчас дороже золота. Поэтому вот есть такой клад. И сегодня мы тоже поговорим о человеке или о притче одной, где тоже человек нашел клад. Я думаю, вы уже догадались. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. И там в 13 главе целая серия притч, но мы сегодня прочитаем две короткие притчи, в которых два человека нашли тоже клад, сокровище или как это назвать. Итак, 13 глава, 44 текст. Христос говорит так. Еще подобно Царство Небесное сокровище, скрытому на поле, которое найдет человеку таин, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле толще. Ну, такая коротенькая притча. Давайте мы поразмышляем сначала о самой истории. Что же нам произойдет? Человек работал на поле. Сразу хочу спросить, это его поле было или чужое? Посмотрите на текст. Не его, да. То есть он был потрат, потрачен на поле, и вот он нашел на этом поле скрытый клад. Раньше банков не было, поэтому деньги прятали обычно где? Закапывали. Да, закапывали. Закапывали считали, что это самое надежное. Ну, из-за того, что там войны происходили, и люди умирали, и так далее. Часто было так, что человек закапывал сокровище, а откапывать он уже по различным причинам не мог. И люди потом эти сокровища находили. И вот этот человек тоже копал чужое поле, и вот он нашел сокровище. И написано, он утаил и идет, продает все, чтобы купить это поле. Ну, и говорят, что как бы он поступил нечестно, надо было сказать об этом сокровище хозяину. Ну, во-первых, я хотел бы спросить, сокровище принадлежало хозяину или поле принадлежало хозяину? Поле. Дальше. Если этот работник был бы нечестный человек, он мог бы просто забрать это сокровище, а поле не покупать. Поэтому, дорогие друзья, мы живем немножко в других мире, в других законах. У нас, если человек найдет сокровище, ему положено 25% вроде от государства, если я не ошибаюсь. Тогда ничего такого не было. Тогда абсолютно официально чью поле того и богатство. Никто ни с кем не делится, и стать хозяином этого сокровища можно только было приобрести это поле. Поэтому, с точки юридической того времени, этот человек не сделал никакого преступления. То есть, он реально пошел и купил это поле. Но для того, чтобы купить это поле, что пришлось этому человеку сделать? Продать все, что он имеет. Хорошо. А все, что он имеет, это сколько? Продать все это все. Вы можете себе представить эту картину, забегая к человеку и говорить, что жена, все продаем. Быстрее, дом продаем, кастрюли твои продаем, шкаф продаем. Все продаем, быстрее, давай, надо купить вот там поле. Что жена ему скажет? Что в поле жить, выжить. Как соседи на нее смотрели, когда он все продал? Но был он уверен, что он правильно поступает? Да. Мог он кому-то рассказать, почему он это делает? Нет. Да. И вот он все продает с уверенностью, что он поступает правильно. И вот он продал все и убил этот поле. Ну, давайте мы ситуацию себе представили. Давайте мы посмотрим, почему Христос сказал, что эта история похожа на Царство Небесное. Да? Царство Небесное – это как вот это сокровище. Ну, то, что Царство Небесное – сокровище, я думаю, нас не надо убеждать. Я думаю, что мы все в этом с вами собрались, то мы понимаем, что Царство Небесное – это же сокровище. Вопрос такой, почему это сокровище бывает скрыто? Как вы думаете? Оно скрытое или открытое? Сложный вопрос, да? Какое небесное? Прикрывается истинные библейские как-то копать, чтобы их понять. Или нет? Да. Исследовать. Исследовать. А почему Бог не сделал так, чтобы оно валялось на поверхности? Да. Да, правильно. Вы знаете, это очень важно. Вы знаете, что если нам что-то досталось просто так, то мы его не так ценим, как то, что мы заработаем. Правда? Поэтому есть, конечно, истины, которые Бог просто так говорит. А есть истины, которые надо исследовать. Надо исследовать. Надо читать Библию. Надо сравнивать тексты. Надо смотреть, что говорится об этом в Бедном Завете, в Новом Завете и так далее. И так у нас рождается сокровище, и мы это сокровище приобрели. Потому что может быть так. Вот почему ты веришь в что-то или то-то? Ну, я так верю, потому что мне пастор сказал. Вот этот человек откопал это сокровище или просто? Просто. А если тебе другой пастор скажет по-другому? Не, ну если это будет авторитетный пастор, тогда я с ним сорвусь. Так ты это просишь, что возьмешь? Поэтому, дорогие друзья, сокровище, которое здесь представлено, это сокровище, оно основано на том, что его надо копать. Это истины, в которых надо углубляться, которые надо понимать. У нас для каждого нашего пункта выручения должно быть библейское основание. Поэтому вот это скрытое сокровище, это сокровище, которое надо копать. Дальше написано, что человек утаил. Как вы думаете, зачем истины от Царствия Божьего надо в каком-то моменте даже не говорить? Я вам приведу другой пример из другой притчи. У Христа есть притча о семени, когда семя падало на разные виды почвы. Там интересная одна вид почвы, это почва при дороге. На почву при дороге семя упало, ну и связи там, какая почва на дороге? Твердое. Это семя лежало на поверхности, и эта почва не приняла это семя. Но скажите, даже на дороге может вырасти что-нибудь при определенной условии? Можно. Если чуть-чуть семя углубить, тополить, перестать по нему ходить. И вот когда это семя упало на дорогу, у него в принципе были шансы прорасти. Но, скажем так, дорога ему не приняла. И чем эта история закончилась, шоссе одним словом, понимаете? Да, птицы полетели и наклевали. То есть, что Христос потом как-то комментирует? Ну, или я вот немножко своими словами. Представьте себе, человек услышал истину. Он и восхищается, говорит, да, это так прекрасно. Но, знаете, меня так часто в жизни обманывали, что я, наверное, не буду спешить. Вот как бы, пусть оно где-то у меня полежит. И вот приходит день, два, три. Человек не принимает, оно где-то там у него лежит. Потом он встречает с соседом и говорит, вот ты знаешь, я в церковь ходил. И я думаю, наверное, надо мне с алкоголем завязывать. А с соседой. Да ну ты что? Зачем? Так вам, а тебе надо. Да вы все, да вы. И человек думает, да действительно, оно мне надо. И что с этим семенем получилось? Пробал. То есть, налетели птицы и поклевали. Друзья, есть очень важный момент, который мы, может быть, не осознаем. Перед тем, как идти и рассказывать какие-то истины, для начала, хорошо бы было бы эти истины сначала принять для себя. Есть другая, знаете, притча интересная, она мне нравится, когда мама привела ребенка к мудрецу и говорит, скажите моему сыну, что много сладкого есть нельзя. Мудрец подумал, он говорит, приведите его завтра. Мама говорит, ну что, вам тяжело сказать? Он говорит, нет, вы приведите его завтра. Мама удивилась, привела его завтра. Она говорит, ну сегодня вы можете сказать, что сладкого есть нельзя? Мудрец говорит, приведите его на следующий день. Она говорит, так я не пойму, что три слова сказать тяжело. Вот, приведите его. Хорошо, привела на следующий день, мудрец говорит, сладкого много есть нельзя. А мама говорит, подождите, я третий день к вам хожу, вы что, не могли это в первые два дня сказать? Мудрец говорит, не мог. Почему? Не мог. Потому что я сам ем много сладкого. Почему он ему сказал, что много сладкого есть нельзя? Потому что не понимал он сам. Ну что сам ем. Ну как я ему скажу, нельзя ли сладкого, когда я что? Потому что он не сладкий. Сам ем сладкий. Поэтому я это могу сказать только когда? Когда сладкий. Когда сам. Скажите, когда я могу идти и какие-то истинные библейские рассказы? Да, если я сам эти истинные библей. А если я сам эти истинные не принял, как оно будет звучать? Во-первых, неубедительно. Во-вторых, ну подожди, если это такая истина замечательная, а ты-то что ее любишь? Поэтому, еще раз повторю, вот этот человек, он сначала приобрет. Так и нам-то, друзья, есть вещи, которые нам надо сначала приобрести. Поразмышлять, подумать. И сначала нужно приобрести, прежде чем рассказывать. Потому что если мы не приобретем, мы начинаем рассказывать. Нам сказали, ну конечно, а ты себя начал. Вот что ты сам это делаешь? Хорошо. И еще один момент, ну наверное, самый важный. Он идет и продает все. Что это значит в библейском смысле? Давайте сначала мы подумаем о том, истина или царство небесное. Оно даром дается или приобретается? Приобретается. Оно то даром, но... Вот сложный вопрос, да? Так даром или приобретается? Оно то даром, но надо посредством познания приобрести. Да, вот. Да. Усилием имя. Усилием дается. Одни говорят даром, другие говорят приобретается. Вы знаете, как неудивительно и те, и те правы. Да, вот так и так. Знаете, это самое поразительное. Знаете почему? Потому что... Ну, я вам лучше такую, знаете, иллюстрацию беру. Представьте, для того, чтобы приобрести царство небесное, нужно отдать все. Представьте, у вас есть гараж, но нет машин. Что у вас в гаража в таком случае? Да, мы вот все люди одинаковые. А у вас в гараже какой-то старый диван, какой-то старый шкаф, может быть ящик, может быть какой-то металлолом, какие-то нужные вещи вам. И вот у вас этот, представьте, гараж робит под потолок. Вы когда дверь открываете, что-то вываливаете. И вот представьте, какой-то очень хороший ваш друг говорит, слушай, я хочу тебе подарить машину. А теперь я заряжу, я тебе как раз машину хочу, чтобы ты мог гараж ее поставить. Какую машину ты хочешь? Мерседес там или БМБ. Что хочешь? Вы говорите, Мерседес хочу. Хорошо, я тебя завтра привезу, гараж тебя загоню. И вот он привозит эту машину. А теперь вопрос, а куда мне эти вещи? Вот могу я там свою комнату, квартиру это все перебускать, например? А что с ними делать? Выбросить вот эти трубочки, вот эти палочки, вот эти ящички, вот эти шкафчики. Я же их потом не куплю. И вот я стою перед выбором. Или мне гараж освобождает и машину примет. Или мне гараж оставить, но от машины отказать. Сколько стоит машина для меня, вот в данной ситуации? Ничего. Но приемя эту машину в данную, мне придется что-то? Пожертвовать своими вещами. То есть она даром мне машина выходит или нет? Ну вроде бы даром, а вроде бы что? И как бы и не даром. И вот будете вы вещи выбрасывать или нет? И вот представьте себе то, что происходит из человека. Когда Христос говорит, я хочу тебе дать Царство Божие, я хочу тебе дать вечную жизнь. И я говорю, ой, как чудесно. Христос говорит, пожалуйста, прими. Но проблема в том, что когда я тебе буду давать новое сердце, у тебя же там внутри какое? Старое. Старое. И вот теперь такой вопрос. Я принимаю дар, Христос, а мне придется чем-то пожать. Так стоит оно чего-то или нет? Стой. Очень стоит. И как вы думаете, вообще вот такой обмен, это хорошо или плохо? Я выиграл или потерял? Вы уверены, да, что я выиграл? А бывает так, что человек думает, что он потеряет? Бывает. И вот человек думает, ну, Царство Небесное, это, конечно, не плохо. Но так, чтобы жить с вами, привычки, скажем так, это слишком плохо. А некоторые говорят, а можно я чуть-чуть только в гараже разберу, чтобы машина только первыми колесами заехала в переднюю? А все остальное оставлю. Можно так? Нет, дверь не загорается, правильно? А бывает так, что человек думает, ну, я как бы готов принять Царство Божие, но чуть-чуть, да, пополам нет. Но вот смотрите, что этому человеку пришлось отдать, Андрей? Все. Знаете, всегда вспоминаю по этому поводу, когда-то, давно потом, но в детстве практически, смотрел фильм про то, как там, ну, Америка, эти там все ковбои. И вот там, в одно село повадились бандиты, грабят селяне. Грабят это село постоянно. И вот эти селяне уже от отчаяния решили донять, как бы, охрану. И они нашли человека, у которого есть отряд, они поставили к нему делегацию, говорят, помогите нам, мы вам заплатим, защитите, потому что, говорю, все забрали. Уже даже животных нет в селе, все забрали. Ну, этот командир отряда слушает, говорит, ну, хорошо, мы готовы вас защитать, сколько вы готовы нам заплатить? Они говорят, ну, вот там, два мешка в шеднице. И он говорит, хорошо. Когда его там, этот, члены отряда говорят, ты что, ты хочешь, чтобы мы за два мешка в шеднице там умирали? Там же у нас стреляли. Вот, и чтобы я свою жизнь отдал за два мешка в шеднице, это значит, сильно дешево. А он говорит, вы знаете, я работал за разные суммы, мне платили тысячи, мне платили золото, мне платили какие-то имущества. Вот, предлагали большие суммы, большие деньги. Но ни один из тех людей, который меня нанимал, никогда мне не платил всего, что он имеет. Это первые люди, которые заплатили все, что он имеет. Это какая цена, маленькая или высотая? Высотая. Это максимальная цена. Понимаете? И вот, Царство Небесное, оно стоит сколько? Все, что имеете. Если у вас много, то это сколько? Все, что имеете. А если мало? Тоже все, что имеете. Можете вы заплатить такую цену, если вы бедный человек? А если богатый? Видите? Цена доступна для всех. Хорошо. Еще один вопрос по отношению всего, что имеете. Неужели бога не устраивает все в нашей жизни, что он все хочет в нашей жизни поменять? Ради Царства Небеса. Можно вам оставить какие-то там ценные вещи? Вы знаете, тоже очень интересный вопрос. Потому что мы иногда на себя смотрим и говорим, да, ну вот это, конечно, мне надо исправить, ну а вот в этом я, конечно, молодец. Но когда бог на нас смотрит... Да, знаете, давайте с другой стороны, чтобы никого не обидеть. Как вы думаете, есть красивые цветы в нашей жизни? А красивые места природы есть в нашей жизни? Есть. Есть. Но когда бог создаст новую землю, цветы будут какие? Еще красивее. А места природы как? Еще красивее. То есть бог говорит, вы смотрите и вы восхищаетесь. Да, там есть отпечаток божий, но там, к сожалению, есть и отпечаток греха. Вы этого не видите. Вы не видели, какой эта роза может быть вечности, без греха. Если вы сейчас ей восхищаетесь, представьте, какая она тогда может быть. То бог говорит, я ее исправлю, она будет новая. Понимаете, даже прекрасные вещи бог говорит, я могу их сделать лучше. Я могу их поднять на другой уровень, сделать такими, какими они были задуманы. Поэтому, когда бог касается каких-то вещей в нашей жизни, которые хорошие, бог говорит, я не спорю. Конечно, это неплохо, что ты добрый два раза в неделю. По вторникам и по четвергам. Это неплохо. Но я хочу, что? Чтобы ты был добрый 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я не хочу это разрушить. Я хочу это что? Лучше. Поэтому ты мне вот это отдай, а я тебе вместо этого лучше. Поэтому все, что имеем, мы должны. То есть нам сложно согласиться, но нет ни одного волка в душе, который не нуждается в Божьем избилище. Нет ни одной такой части моего характера, где мы не нуждаемся в совершенстве. Вот у нас все нуждается в исправлении. Поэтому, еще раз, мы отдаем Богу все. Еще один вопрос. Как вы думаете, вот то, что я Богу отдал все, я потерял или приобрел? Приобрел. Что я приобрел? Царство. Царство. Хорошо. А то, что я отдал Богу, я от того, что отдал, потерял или приобрел? Если бы мы оставим Царство Божие в стороне. Это сложно, да? Давайте проще. Вот я когда пришел в церковь, я думал, что я уже говорил как-то, что я хороший человек. Мне надо оставить три вещи. Пить, курить и ругаться. Три вещи, и я на тебя хирую. Скажите, когда мне поговорить? Знаешь, что тебе надо оставить курение? Когда я оставил курение, я потерял или приобрел? Приобрел. Или потерял? То есть, Христос говорит, отдай мне это, я отдаю, и когда я отдал, я, по идее, должен, когда отдаю, терять. А я когда отдаю, я что? Приобрел. Приобрел. То есть, когда Христос говорит, что отдай мне все, он хочет меня сделать банкротом или освободить? Друзья, понимаете, чтобы у нас никогда не было сожаления о том, что мы Богу отдаем. Понимаете? Потому что, когда мы что-то Богу отдаем, мы не теряем, а мы приобретаем и освобождаемся от каких-то вещей. Возношение, опять же, переезда. Знаете, я как-то вот посчитал, что мы 13 раз переехали с места на место и остановился. А недавно я решил все-таки посчитать, ну, около 20, если так, знаете, прикинули мест, где мы жили за время нашего служеба. Вы представляете, что такое переезд? Да? Вот приехала машинка, и вам надо влезть всей семьей именно вот в эту машинку. Второй не будет. И вы смотрите. И вы понимаете, что есть вещи, которые вы не надеваете. У вас есть вещи, которые вы не надеваете уже минимум год. А есть вещи, которые вы уже лет пять не надеваете. И вы их никогда не выкинете, потому что у вас есть место. Понимаете? Вы считаете, что это нужно? Да, нужно. Нужно. Да, оно нужно, на самом деле. И когда вы переедете на другое место, вы потеряете или освободитесь? Вы поймете, что, оказывается, в жизни не так много на дочь. Понимаете? Поэтому, когда Христос говорит, отдай мне сердце свое, то он не хочет, что он не хочет, чтобы его потерять. Он говорит, ну, там есть такие вещи, которые тебя самого теряют. Не надо. Отпустили. Отпустили. Я тебя готов от этого освободить. От зависимости, от привычек, от умных черт-карактеров. И так далее. И ты не потеряешь, ты приобретешь. Я уже не говорю о том, что Царство Небесное. Даже Христос, что Царство Небесное, ты уже будешь в Пусть. Друзья, никогда не сожалейте о том, что вы пришли ко Христу и что-то ради Христа оставить. Никогда не сожалейте. Потому что Христос, еще раз говорю, он никогда не заберет хорошее. Он хорошее оставит. Единственное, что он с ним сделает, что? Сделать лучше. Если Христос что-то у вас заберет, если вы что-то и потеряете, то только то, что не нужно для вечной жизни. Поэтому, вот такая цена Царства Небесного. Следующая притча, давайте мы кратенько глянем, она точно такая же и точно такие же там идеи, но есть небольшая разница. Мы поговорим об этой разнице. Это 45-й и 46-й притча. Еще подобно Царству Небесному купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. То есть, видите, очень похожая история. Нашел, продал, купил, мы об этом уже говорим. Но, небольшие, пару моментов, детали. Это история. Там был какой человек? Богатый или бедный? Зелогой. В первой притче. Бедный. Бедный, потому что он на чужом поле работал. Правильно? А здесь какой? Валат. Валат. Тот человек специально нашел или случайно? Первый. А тут? А этот искал. Понимаете? То есть, этот человек, который специалист. Он разбирается в жемчужине? Да. Скажите, когда он увидел эту жемчужину, он понял, что ее ценность просто... Другой человек не мог оценить. А он? А он оценил. Давайте вернемся к вот этой истории с платиной. Почему ее затопили? Не могли ее оценить, они не знали, куда ее придут. Потом, через сто лет, они уже сообразили, что они сделали. Вот так. И люди, они зачастую не могут оценить. А этот купец что? Он мог оценить. Эта жемчужина, это просто невероятное что-то. Вы знаете, была очень похожая история не так давно. Один рыбак, это было на Филиппинах, если я не ошибаюсь. Реальная история. Он плывал на лодке и кинул якорь. Якорь где-то там застрял. Он нырнул, увидел огромную такую ракушку. Открыл эту ракушку, там лежала огромная гигантская жемчужина. Но она была не в привычной форме. То есть она не круглая, не такая, знаете, блестящая. Это просто как бесформенная лыба камень. Бесформенная. Еще раз, это какой-то странный. Он ее достал, этот камень. Он был очень красивый. И он положил ее под кроватью. И он у него был как талисман. Когда он уходил в дело, он, знаете, как суеверно прикасался к нему, чтобы Бог его там хранил. И вот оно там лежало, этот камень у него под кроватью. Лежал, 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 лежал. Пока в один прекрасный момент, что-то там с ним не случилось. И он решил этот камень продать. И когда он отнес специалиста. В общем, на сегодняшний день вот этот камешек теоретически является самой большой жемчужиной в мире. Весит этот камешек 34 килограмма. И приблизительная стоимость 100 миллионов долларов. То есть у человека под кроватью 100 миллионов долларов лежал. Что он об этом думал? Мог он оценить это? Не мог. Понимаете, если бы он знал, что у него 100 миллионов под кроватью лежит, я думаю, он бы не ходил бы уже в ремонт. Вот. Так вот, вот этот купец, он мох отценить. И он говорит, да, это реально цель. И опять же, он ее все продает, чтобы купить под кроватью. Пришлось купцу больше продать, чем под кроватью? Нет. Сложный вопрос. С одной стороны, по деньгам, да? Но на самом деле, что? Нет, цена была такая. Все? Что? И вот этот человек приобретает жемчужину. Я думаю, как вы думаете, он радовался, когда он эту жемчужину купил? Считал, что ему повезло? Ну вот посмотрите, еще раз. Когда первый продавал, написано, который найдя, и от радости о нем идет и продает все. То есть, первый человек испытал радость, и второй человек испытал. То есть, когда человек покупает вот эту жемчужину, что он чувствует? Радоваться. Да, я не знаю, чем это сравнить. Вот представьте, вы заходите в магазин, ну, какой продукт, ну, давайте сахар, да? И вот вы видите акцию, килограмм сахара одна дают. А у вас в кармане 20 деревьев. И вы купили 20 килограмм сахара. Вам жутко 20 деревьев? Как вы себя чувствуете? Вам повезло? А вы возвращаетесь домой, приносите 20 килограмм сахара, а вам говорят, да, мы же тебя за хлебом отправляли, а ты принес сахар, и деньги делай. Да, вы чувствуете себя виноватым или наоборот? Да, это удача. Это, знаете, такая, такой момент вообще разжига с ним пать. По-моему, такой еще никогда не было. Понимаете? И вы попали как раз, и вы приобрели, и вы счастливы, что так дешево вам все досталось. Поэтому, когда купец увидел эту жемчужину, и узнал, что он достоин всего, что он не имеет, он все продал, купил, и был счастлив, что жемчужина ему досталась очень дешево. Или дорого? Очень дешево. Дорогие друзья, Царство Небесное нам достанется как? Очень дешево. Если вы думаете, что вы за него что-то заплатили невероятно, цены так. Очень дешево. Ну и последнее, что я хотел сказать. Вот это притча. Если можно, 45-й и 46-й стих вместе вынести. Еще подобно Царству Небесному купцующему, хороших жемчужин, которые, найдя мудроценную жемчужину, пошел продал все, что имеет и купил ей. Я вот хотел спросить у вас. Вот мы не читали эти две истории, что мы это, вот это землепашец, мы этот купец, Царство Небесное это жемчужина, и сокращение. А вот эту притчу, хотя бы даже о жемчужине, можно немножко почитать по-другому, и купец это не мы, а Христос. А жемчужина это не Христос, а мы. Вот давайте еще раз прочитаем. Только представьте, что купец это Христос, а жемчужина это я. Вот послушайте еще раз. Еще подобно Царство Небесному купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Подходим? Как вы думаете, Христос как купец, он разбирается вообще в том, что Бог упал? И вот он нашел одну драгоценную жемчужину. Смотрите, вот эта жемчужина, это же не только наша планета, он, как бы, Христос за одного человека. Да. И вот он нашел одну драгоценную жемчужину. Василий, или Виктор, или Марина. И представьте, Христос приходит на небо и говорит нам вам, знаете, там есть один человек, ну такой ценный, такой мне дорогой, я хочу его выпить. А сколько же стоит этот человек? Ну, все, что имеет. Ангелы ему говорят, не слишком ли дорого стоит этот человек? А кто говорит, да вы не понимаете, это на самом деле для меня дорого или нет? Я бы и больше, но у меня больше, вы что? Нет. Я не так отдаю, что? Все же, я бы был. Скажите, если бы у Христа еще больше было, он отдал бы ради спасения? Но большего, большего на небе просто не существует. Он говорит, «Да я радуюсь, что я могу вот это вот так и приобрести. И для меня это радость, что у меня будет возможность приобрести этот человек». И что Христос делает? Идет, отдает все, чтобы приобрести одно рационное. И когда он приобретет, он радуется? Радуется. И Христос сказал, «Так бы на небе радости об одном грешнике кальчика». И вот эта жемчужина, это вот каждый из нас поднесет. Представьте, что каждый, кто здесь, это вот эта жемчужина. И если бы мы были одним в этом мире, Христос бы пришел ради нас. Если бы нужно было ради нас отдать что-то большее, он бы отдал больше. Но больше он просто не существует. И вот теперь, давайте еще раз перевернем эту историю, теперь уже с головы на ноги не сломать. А теперь скажите, вот такая любовь, которую Христос проявляет, она вообще внутри где-то еще. Можете встретиться? Внутри. Друзья, то, как вас ценит Христос и то, как вас любит Христос, просто в этом мире просто. И когда Христос говорит, «Я хочу быть свободным», оставь те вещи, которые на самом деле тебе мешают. то теперь как вы думаете, вот то, что мне мешает. Я теперь с большей радостью оставаю, когда я знаю, что Бог меня так любит. Или нет? еще раз повторю, мы цепляемся за вот эти вещи только потому, что мы вообще не понимаем ценности того, что нам мы предлагаем. Мы не понимаем глубины его любви, мы не понимаем глубины его жертвы, мы не понимаем, что он нам предлагает вечности до конца. Поэтому нам кажется, что то, что он нам дает, это не такая уж и большая ценность. Но еще раз посмотрите на Гомбофу и вы увидите, что такое спасение, что такое убеждение. Потому что это действительно величайшая ценность, которую потом и ради такой любви, ради того, что мне Бог подарил. У меня нет ничего, что ценнее этого. Поэтому все с радостью можно оставить, приобрести Христа и чувствовать, что тебе повезло или нет, когда ты приобрел христианин. И чувствовать, что тебе очень повезло. И когда нас спросят, как тебе царство небесное досталось, дорого или не очень, что мы скажем? христианин. Для меня очень дорого. А для Христа очень дорого. Поэтому я выбрал его как с тобой путь. Пусть нас Бог благословит, помнит об этом, помнит о том, кто мы, помнит о том, что мы выбираем. И помнит о том, что даже если мы что-то потеряем, на самом деле со Христом это не потеряем. мы получаем гораздо, гораздо больше. Это невозможно с тобой. И чтобы вы всегда чувствовали радость, когда вы приобретаете царство небесное. Нам всем очень, очень повезло, что у нас есть такой Бог. Аминь.